Океан мёртв. Мы его убили. У вас может возникнуть вопрос, каким образом мы, люди, убили океан? Ведь океан — это такая мощь, он миллиарды лет существовал на нашей планете. Ответ очень прост. Вы знаете, чем отличается наше человечество от всех других видов, существовавших на Земле на протяжении миллиардов лет? Мы начали делать то, что до нас никто не додумался. Производить в огромном количестве синтетические углеводороды, более известные вам под названием пластик. До нас пластика в океане никогда не было. А начиная с 50-го года, весь произведённый пластик на планете рано или поздно оказывался в итоге в океане. И сейчас, по разным оценкам, в океане находится от 75 до 200 миллионов тонн пластика. Если суммировать площадь всех островов пластика в океане, то это площадь США и Австралии вместе взятых. При том, что тот объём пластика, который фиксируется на поверхности океана, это не более 1% всего пластика, так как основная его часть находится в глубине. Кстати, это же и причина того, почему именно сейчас впервые в истории начал умирать коралловый риф. Огромный живой организм в океане, который до этого спокойно существовал миллиарды лет. Потому что океан теперь содержит пластик. Чем так опасен пластик для океана? Пластик не разлагается в окружающей среде. Большая его часть просто распадается на маленькие частички, известные как микро- и нано-пластик. И эти частички пронизывают полностью всю толщу океана. Практически каждая капелька океана содержит в себе наночастицы пластика. Из-за своего специфического состава микропластик имеет определённое свойство. Он нарушает теплопроводность океана. Из-за наличия микропластика океан сегодня не выводит избыточное тепло, поступающее из недр планеты от перегретой магмы. Сильнее, чем обычно, магму нагревает ядро, к которому идёт дополнительная энергия от космического воздействия с циклом 12 тысяч лет. В предыдущие циклы, благодаря своей прохладной температуре, океан забирал излишнее тепло изнутри Земли и выводил его на поверхность, а затем в атмосферу и космос. Но теперь, вместо того, чтобы эффективно выводить тепло из недр, океан сохраняет тепло внутри себя. Представьте, что океан стал как толстый плед, который держит тепло под собой, но не отпускает его. Океан не даёт лишнему теплу уйти. Из-за этого Земля нагревается ещё сильнее. И океан тоже. Это приводит к тому, что больше воды испаряется в атмосферу, а микропластик переходит из воды в воздух и накапливается там. И вот тут важный момент. Микропластик в атмосфере препятствует тому, чтобы избыточное тепло покидало планету. В конечном итоге избыточная энергия, которая приходит извне, остаётся на Земле, приводя к усилению катастроф. Можно представить себе этот процесс так. Мы положили гамбургер в пластиковый пакет и начали его нагревать. Пластиковый пакет не позволяет теплу рассеиваться. Гамбургер будет греться больше, а значит и котлета, и кетчуп, и сыр нагреваются ещё сильнее. Именно это и происходит с нашей планетой, её ядром и магмой. Они нагреваются ещё больше, из-за чего тепло не выводится. И это происходит впервые за всю историю. Это очень хорошо видно на графиках. Этот график ключевой. По горизонтали отмечены годы, а по вертикали — нагрев океана. Красная линия — нагрев океана снизу, синяя — нагрев сверху. До 1995 года вода на поверхности нагревалась сильнее, чем в глубине. Синяя линия на графике была выше красной. Но затем всё изменилось. Вода стала больше нагреваться снизу. И это видно на графике. Красная линия поменялась местами с синей. Причина этого изменения — подъём магмы к океаническим плитам, которые стали нагревать толщу воды так же, как и тёплый пол греет воздух в комнате. Из-за этого океан начал стремительно накапливать тепло в своих глубинах. Следующий график показывает, что за последние 30 лет скорость нагрева океана увеличилась на 450%. Дополнительное тепло, появившееся в результате этого ускоренного нагрева, эквивалентной энергии, которая выделялась бы, если бы каждую минуту в океан скидывали 10 ядерных бомб. Только представьте, какое это огромное количество энергии. Перед вами график, показывающий, как молниеносно растёт температура Североатлантического океана. Особенно резкий скачок произошёл в 2023 году. Исходя из этого, можно сделать вывод, что количество тепловой энергии, вырывающейся из недр, выросло в разы. А на этом графике по горизонтали отмечены месяцы, а по вертикали — температуры. На графике множество линий. Каждая линия отображает температуру океана в определённый год. Жёлтым отмечена температура за 2016 год. Красным — за 2023. Чёрным выделена средняя температура за всё время наблюдений. Красная линия этого года далеко отрывается от всех остальных. Это значит, что температура океана в 2023 году намного выше по сравнению со всеми предыдущими годами. Такого не наблюдалось никогда ранее. Взгляните на график температуры в Мексиканском заливе, который оказывает значительное влияние на климат в США. В августе 2023 года температура просто взлетела вверх в сравнении с предыдущими годами. Какие последствия нагрева океана для нас? Важно понимать, что океан — это кухня погоды. А перегретый океан провоцирует рост природных катастроф. Именно поэтому будет происходить ещё больше катаклизмов как в США, так и во всём мире. Вокруг США с разных сторон находятся океаны. Представьте, что рядом с нами огромные чайники с кипящей водой. Вода испаряется, а затем, скопившись в атмосфере, вызывает интенсивные осадки. Эти осадки затем выпадают в виде экстремальных ливней за считанные минуты, что приводит к внезапным наводнениям и оползням. Нагрев океана питает ураганы и штормы, провоцирует волны жары, ведёт к росту торнадо и града. Итак, мы видим, что из-за нагрева океана от подъёма магмы происходит всё больше и больше катаклизмов. Микропластик усугубляет этот процесс нагрева. Накопившаяся энергия выплёскивается по всей планете в виде всё более мощных катастроф в США и по всему миру. Успеем ли мы предпринять меры по спасению океана? Прежде чем погибая, он заберёт нас с собой. Субтитры создавал DimaTorzok